Сегодня в провинции Хэлундян на северо-восток Китая открыт памятник советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая от японских захватчиков в годы Второй мировой войны. Торжественная церемония состоялась в мемориальном парке города Муданьцзян. В прошлом году здесь были захоронены останки советских солдат. Они были обнаружены во время первой совместной российско-китайской поисковой экспедиции под названием «Вахта памяти Китай-2015». Экспедиция прошла с 12 мая по 8 июня 2015 года. По ее итогам установлено, что обнаруженные останки принадлежат семи военным 190-й стрелковой дивизии 5-й армии, погибшим в августе 1945 года. В церемонии открытия мемориала приняли участие официальные лица и гости из Китая и России, а также родственники погибших солдат. В Китай приехал уже второй раз. Первый раз был, когда производили захоронения, и сейчас приехали на открытие памятника. В Китае мне очень нравится. Мне нравится, как ваш народ относится к сохранению памяти участников Отечественной войны, кто участвовал в разгроме милитаристической Японии и принес счастье и свободу нашим народам. Тем более, что для меня эта гордость, в этой могиле покоится мой дед, Петренко Михаил Назарович. И для меня это очень приятно. Для меня большая честь принять участие в церемонии открытия мемориала. Мы поистине гордимся поступками и подвигами советских солдат. Они являются ярким примером мужества и необыкновенной отваги. Мы также будем защищать нашу родину и приложим все усилия для ее развития и процветания. Я очень рад принять участие в торжественной церемонии открытия памятника советским солдатам. Вторая мировая война – это общая история двух наших народов, которую нужно чтить и уважать. Поэтому открытие этого памятника имеет глубокое значение для нашего народа и свидетельствует о крепкой дружбе между Россией и Китаем.